Всем привет, ребят! Мы сегодня с вами посмотрим, что же привезти из Турции, из самых таких магазинов бюджетных, сетевых. Есть практически в любом поселке. Это BIM, A101 и SHOK, и будет даже дешевле, чем в магазине Migros. Сегодня соберем с вами полностью подборку, чтобы вы на отпуске уже не бегали, а уже знали, куда вам точно нужно идти. Обязательно подписывайтесь на наш канал, у нас, как всегда, очень много интересного про отдых и про жизнь в Турции. Ребят, начнем с самого такого бюджетного магазина под названием SHOK, и углубляемся. Очень много всяких вафелек, вкусняшек, но сегодня будем смотреть, что привезти, что самое интересное. Ребят, есть фисташки из шоколады, есть еще от фирмы Nestle, вот такие стоят 60 грамм, один с половиной, есть также миндаль в шоколаде. Потом, что из интересного, всем всегда советую. Когда мы приехали, они стоили одну лиру, сейчас уже стоят 4 лира, как вы видите. Есть шоколадные камешки, очень удобно, они не тают в жару, потому что в таком кубусе, и очень вкусные. Еще есть тоже в сувенирных магазинах более такой красивой упаковки, а здесь такая простенькая. Также, у кого есть дети, или вы просто любите что-то интересное, прикольное, есть такие маленькие шоколадки, и там картина в виде панды. Прям так и нарисовано. Но такие маленькие не советую покупать, потому что они, скорее всего, у вас помнутся в чемодане. Лучше вот такой в вакууме купить, и лучше сохраниться при переезде. 21 лира, 72 грамма. 72 грамма, их там аж 18 штук, таких маленьких шоколадок. У нас все еще, ребят, сладости, потом попозже перейдем к соленостям. Это халва, но у нас она не из подсолнечных семечек, а из кунжутов. Тут еще с добавлением фисташками. 500 грамм стоит 42 лиры. Есть также то же самое, только шоколадный без фисташек, 32 лиры. Тоже из кунжутных семечек. Дальше у нас идет с вами жидкая халва. У нас халва вообще состоит из тахина, это вот кунжутная паста, и пекмеза, это сироп. Ну вот здесь у нас виноградный, также есть из рожкового дерева, говорят, очень-очень полезное. Обязательно почитайте. Вот это совмещается, получается жидкая халва и поддельности, в принципе, тоже можно перевести. Единственное, вот видите, здесь стеклянные баночки. Сейчас еще с вами в других магазинах поищем, может быть, там будет пластик. 52 лиры вот этот самый тахин и пекмеза. Ну вот самые маленькие 32 лиры, а 800 грамм 65 лираж. Ребят, из шоколадных пасты Оукер очень такая вкусная фирма. Многие нахваливают. 400 грамм 41 лиро, но что самое интересное, ну что во всяком случае у нас так, может, поменьше продается, вообще не продается. Паста тоже она сладкая, из фундука вот такого белого цвета. И 500 грамм стоит 50 лир. Также есть еще перетерты фундук 45 лир, вот 180 грамм. И все вы... А, нет, это уже с арахисом, это я вам набрала. Ребят, чай у нас Ризе Фелис, разные есть фирмы. Ну 500 грамм 41 лиро, это прям огромная пачка. Камера немножко уменьшает, чтобы вам было понятно. Потом такой самый красивый, не знаю, самый удобный, мне кажется, чтобы привезти. 22 лиры. В основном они все черные и мелкого помола. Так уж заведено в Турции, не знаю почему. Вот, и еще есть чай для поддержания формы. Вот 22 лиры, 20 пакетиков. Ну, по вкусу вкусный, насчет самого действия, не знаю. Не проверяли. Также, ребят, можно не везти с собой, но наесться тут. Киндеры, ломтики стоят по 5,5 и по 5,75 лир. Очень дешево, обязательно нужно наесться. Потому что в наших странах, мне кажется, они намного дороже. Ребят, у нас какая-то в шоке акция, ну, акционные товары. То есть они не всегда стоят, возможно, к празднику 60 лир, 300 грамм вот такого лукума. Но, опять же, повторюсь, стоит не всегда, поэтому в виду имейте. Ребят, заглянули в отдел кофе. Господи, он так сильно подорожал. Он стоит уже 26 лир, что ли, это его цена. 100 грамм, 26 лир. Все его везут, вот этот мехмэтофэнди нерастворимый. То есть завариваете, пьете. Очень вкусный турецкий кофе, самый такой популярный. Ребят, из специй есть разнообразные, но чаще всего везут. Вот сумак есть, это, напишу, что это, такая кислая специя, 5 лир пакетик. Потом еще кунжут. Я его здесь, а, вот кунжут. Еще есть черный кунжут тоже везут, 9,60 стоит. Ребят, есть очень много кремов, чаще всего везут на основе оливкового масла. 20 мл 9 лир, но это такая малюсенькая штучка, огромная штука, такая целая банка крема, 35 лир. Также есть всевозможные тоже крема с оливками. Ой, вот сломанная. А, не, не сломанная, это, наверное, так и задумано было. 27 лир такая баночка. И что-то вот это новое я даже раньше не видела. Написано, что лосьон тоже на основе оливкового, 25 лир. Вообще, из магазина в магазин вот этот ассортимент меняется. Можно, ну, так, выбирать, посмотреть. 30 лир с авокадо-масла аж 150 лир стоит. Обалдеть. Идем в следующий магазин. Ребят, шли недолго. Мы идем по самому району из магазина Ашок. Входим в магазин А101. Тоже посмотрим, что можно с собой привезти. Я, кстати, забыла там показать оливковое масло. Здесь сейчас покажу. Ребят, в магазине вот А101 есть такие интересные дрожжи. Тут и камешки, и другие шоколадные штучки. 32,5 лиры стоят. Без кофе в магазине А101, кроме вот обычного. Ну да, ребят, вот тут Мехмета Фрэнди уже 26,5 лиры. Обалдеть. Мы приехали, мы, по-моему, 6 или 5 стоили. Есть такие интересные, разноцветные. Это со вкусом, по-моему, жвачки, насколько я помню, 18,5 лир. А это со вкусом розы. Очень вкусно, ребят. Очень вкусно. Вот мы розы периодически берем, пьем. Чаев у нас тоже здесь плюс-минус то же самое. Вот есть зимний чай, мы его всегда берем. 19,5 лир, 150 грамм. Хватает прям надолго-надолго. А также есть вот порошковые чаи. Что можно сказать? С апельсином и с шиповником, насколько я понимаю. 300 грамм. Это прям огромная банка. Вот такая она с мою ладонь. 27 лир. Идем, 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 идем. Контроль закупки. Ребята, такое впечатление, что тут прям появились специально для туристов чаи. Потому что раньше тут не было в таких пачках. Они обычно килограммовые. А тут аж по 100 грамм. По 10 лир вот такие упаковочки миленькие. Ребят, также и в шоке. В А-101 есть такая черчьела. Ну, такое она, в принципе, нормально. 9 лир вот такой 100 грамм кусочек. Ребят, оливковое масло у нас тут за 50 лир 500 миллилитров. И это прям очень сильно дешевле, чем в магазине Мигрос. Ну, потому что это магазин для местных. Вот такие дела у нас. И разные вариации. Ребят, вот что касается тахина и пекмезов. Здесь в мягкой упаковке. Единственное, что они аж литровые. Под 90 лир, 100 лир. Ребят, также здесь есть халва, которую очень любят туристы. Фирма Коско. 26 лир, 170 грамм. Она немножко подороже. И то же самое, только вон она мраморная. Вот такие у нас дела. Также есть в красивых упаковках. Тоже халва. 32 лир и 400 грамм. И другая халва. Ребят, также можно купить оливки в обычном магазине. По 500 грамм 30 лир за 500 грамм. Уже вакуумированные, удобные. Конечно, можно и в банке. Но мне кажется, это менее удобно. Хотя вот эти они... А нет, по-моему, они даже стеклянные. Вообще, выбор огромнейший оливок. Также распространенная, ребят, приправа в Турции Кикик. Стоит 6... Ну, 5 лир, 30 грамм. Корица, я думаю, везде есть, да? Из интересного такого. Есть еще перец... Ну, нет, вот. Перец в хлопушках в такой. 14,5 лир, 100 грамм. Также есть гранатовый соус. Продаются в обычных магазинах. Вот, допустим, вот этот стоит 14,5 лир, а вот этот стоит 62 лиры. Но самое хорошее, конечно, покупать в сувенирных магазинах, где дают попробовать. Потому что вкусы очень различаются. Какие-то кислые, какие-то сладкие. На вкус и цвет называется. Еще в отделе косметики в магазине А101 продаются масла натуральные. Из миндаля, грецкие. Потом, наверное, что-то сосны. И вот это что у нас? Black seed oil. Чтобы это не было, стоит это 25 лир, ребят. Также есть огромные пачки мыла. Вот оливковые по 4 штуки. Но они аж 4 штуки по 175 грамм весят. И стоят вот 32,5 лиры. Ну, либо 50 лир в зависимости от фирмы. И еще здесь любимый шампунем, любимый туристами шампунь есть. Это же сампунь. А, нет, кстати, это мыло. Я наврала, ребят, вам. 19 лир оливковые. Ребят, на кассе прям можно найти всякие такие батончики с фисташками. Очень много всяких вариантов. За 9 лир маленькие. За 4 лиры. Вот такие. И также есть шоколадки, ребят, на стле с пахлавой. Со вкусом пахлавы за 26 лир. Вообще уникальное что-то. И батончики такие тоже маленькие шоколадки с фисташками по 13 лир. В общем, есть из чего выбрать. Мы побывали с вами в таких самых популярных магазинах. Шоква 101. Остался у нас BIM. Уже то, что смотрели там масла, оливки показывать не буду. Покажу именно что-то такое, что есть только в BIM. А так, конечно же, все эти масла и все эти халвы, оливки можно купить в любом магазине. Ребят, и идем с вами в последний магазин. Магазин BIM. Ребят, что-то какая-то акция невидомой щедрости. Лукум. 32 лиры, 400 грамм. Чуть вас не выронила. Вы там у меня держитесь. Вот такие аж две большие палки за 32,5 лиры. Не знаю, они будут все лето или нет. Вот есть такой лукумчик. Ну, это прям как обычно у нас всегда продают. Мне кажется, его даже нет смысла везти. А это что такое? И пешмане тоже есть. Кстати, в Шоке тоже продается пешмане. Просто в том нашем не было. А так обычно продают. 24 лиры. 140 грамм. Ну, хорошая цена, хорошая. Ребята, еще то, на чем я сижу, это вот такие драже. Но обычно с таким вкусом покупания очень вкусные. Они такие горьковатые, чуть-чуть кислые. Или, не знаю, короче, вкусные фиолетовые. Сейчас просто нету. Есть вот такие клубничные. Стоят 26 лир. Тоже обратите на них внимание. Опять нам встретились оливки. Ну, как мы видим, ребят, самое такое, наверное, оптимальное. Их купить в магазине А101, потому что они там вакуумированы удобно. А тут даже такого нет. И в Шоке тоже такого не было. Ребят, во фруктовом отделе, именно в Биме, можно найти манго за 10 лир. Штука? Это очень дешево, ребят. Потому что в Мигросе оно последний раз стоило, ну, они, может, духловатые. Ну, так вроде нормально. В Мигросе стоило последний раз 25 лир. Немножко так побитые, разве что. Кстати, вот специи. Мне больше всего нравится, как упакованы в Биме. Очень удобно. Сразу видно. Белый кунжутик. Вот такая упаковка. 8 лир. Черный кунжут. Из интересного, опять же, кикитка, кумина, сушеная мята. Так. И вот такой перчик. То, что я вам пыталась показать вас 101. Ну, вот этот сушеный перец. Ну, кстати, не знаю, нам хватает очень надолго, там, чуть ли не на год. Вот такого черного нам хватило. Красного. Так, 14,5 лир 100 грамм стоит. Так что, возможно, стоит привезти. И многие говорят, что приправы в Турции какие-то более вкусные или что-то в этом роде. Ребята, из интересного. Возможно, вы с собой не увезете. Но здесь можно попробовать рамазан из щербета. Это такой вкусный напиток с припаравами. Там, гвоздикой, яблоко, имбирь, корица. Очень такой насыщенный. Стоит вот такая бутылка 12,5 лир. Ну, как вы поняли, продается только, ну, к праздникам. Либо вот так вот, чуть-чуть после праздников тоже продается. Ребят, вставочка из шока. На самом деле, снимаем в другой день. В первый раз забыла. 26 лир пешмане. Это у нас воздушная халва. Ну, по возможности, в сувенирных лавках, мне кажется, лучше это покупать, чтобы попробовать. Черчхелка вот такая за 9 лир. Ну, нормальная, кстати. Даже еще сейчас с собой взяла перекусить. И такой лукумчик. 20 лир. Ну, прям что-то такое супер-пупер нет. Ну, может быть, на подарки можно взять.